здрасте друзья приветствую на канале фореслам сегодня расскажу покажу как делал необычный светильник необычность его будет заключаться что у нас будет трансформер том понятии что он будет абсолютно подвижен любую часть освещение будет у него выполнена светодиодной ленте сам источник света метр сорок достаточно принципе длинный по центру равновешен то есть не будет противовеса светящийся часть это уже раньше подобное делал у меня выходило что немножко уклевал то есть то что все это было подлиннее здесь все абсолютно все адекватно ну чертежи у меня нету как я вот еще раз на вопросы что мне частенько спрашивают получив чижи у меня их нет я их не рисую потому что вещи как правило бы музыкалье делу если не что-то подобное еще заказывать на свой манер как бы здесь у них таких особых требований к размерам ширины доски то есть это не масса производства сама нужно было сделать 20 штук и наверно какой-то скорее всего план с размерами указываем что это все здорово каждый раз на игре ну еще раз покажите что я здесь показываю и можно абсолютно заказать кому кому понравится только изделие можно будет говорить и заказать его именем пире с любым источником света то есть не стесняйте заказывайте вам будет интересно мы вернемся к нашим торсчера он был сделан изначально из губа источник еще раз повторяюсь будет это диодная лента 24 ватт одну самая яркая что я смог найти клеена она будет в алюминиевый профиль это помимо того что это будет являться для меня плафоном я не буду слепить своими точками матовый отражатель россии конечно пациента 20 цвета съедать но при этом более рассеянный свет не такой не сильно не сильно не сильно не сильно вообще не будет по глазам ну и профиль это алюминиевое требование потому что она очень сильно греется и без профиля ну клейки в профиль она сама по себе просто перегорит мне сказали что если наклеить там на стену дерево не больше ни с 15 минут она сильно сильно нагревается еще раз развею людей которые думают светодиоды не греются светодиоды очень сильно греются те источники света которые очень яркие они как правило вообще делаются на алюминиевых основаниях с радиаторами и системы охлаждения хорошая мощность светодиода греется очень очень сильно то есть иллюзия нету что они там не нагреваются нагреваются они достаточно прилично потому что был опыт с светодиодными светильниками врезающими в мебель если отверстие было сквозное то есть где светильник был врезан он не перегревался только как он был отверстие глухое тени часа светильники просто сгорали внутри они были на 220 светодиодные при этом и как бы позиционировались как мебельные то есть и должны были врезаться 18 лдсп но жизнь показала что они просто перегорают через там время часа работы все умирают если их так просто используется теплоотводом они работают ученики делается несколько осталось может быть ближайшего ролика что им световое соберем вот еще раз просветы лежу так как сам профиль идет двухметровыми палками продается лента продается и метровками вот я использовал всего метр сорок соответственно еще осталось 56 сантиметров профиля можно сделать в таком же стиле и настольную лампу на ближайшее время это сделать вот это то что сейчас окурочивает основание ножки для столов мдф и дсп который собирается цвета прикручивается торец стола какого-нибудь шкафа или его осуществлять регулировку вот я его раскурочил потому что там есть резьба есть этот уже винт готовый с отверстиями не то что мне и нужно было для вот самого надежного крепления самого торшера то есть как бы не изобретая ничего все пазы я делал димаровская фреза она чем-то похожа на чепушном винтовая ножами хорошо выбрасывает маркировку не скажу не помню честно говоря но при желании может найти мне есть подобные чистоте чепушно но она не так хорошо идет в бок у меня больше за винтов зарезаны как-то на более тут же идет это полегче гораздо не знаю почему торцы были заклеены палисандром сапель сапель она при покрытии маслом то подает 3d эффекта достаточно оригинальный эффект на дерево соединение основания и самой на гитар шера было сделано шапп шип паз это достаточно прочно вклеивается еще и внутри прикручивается саморезом и он там попами стык никуда уже при этом сам светильник достаточно устойчив получился в конце видео видите все трансформации светильником я там экспериментировал сиделами так и так включал светил вертел все возможности практически безграничны как именно светильник использовать помещение его можно сильно вернуть в угол помещения использовать просто отраженный свет прямой свет под ним сидеть читать что-то делать не мешает другому при этом свет не раздражает цветность подобран на 4000 кельвинов на что является средний не желтый и не холодный и телефон не проверял он не мерцающийся то есть на глазах не действует ноги светодиодные сети инструкции особенно сильно чем пришел сказать то светодиоды мерцать проверять телефона проводите подосвечистый источник включить камеру телефона если вас какие-то пошли полоски то видеть этого светильника потому что очень быстро будет уставать глаза и в конце концов очень сильно подорвете зрение это я точно могу сказать на что первый светильники мастерскую были подобные это не сразу заметил пока не стал снимать видео только когда понял насколько они вредны нашел применение абсолютно другое то есть как бы это надо учитывать обязательно все остальное думаю здесь элементарно нужна такая циркулярка по большому счету дуб источник света можете использовать абсолютно любой по возможности в виде финансовой фантазии вот того что можете использовать люминесцентную лампу он сейчас есть по метр двадцать достаточно тонкие там они по 28 20 не ошибаюсь но разные мощности не такие толстые как раньше вы монтируете и будет у вас так ширина 220 здесь именно 12 вольт использовалась достаточно безопасно сам провод продается готов уже торшерность кнопкой с ноги то есть подходите ногой нажимаете круглый пятак все на загорается не нагибаясь практически не прописали нагибаясь длинный провод достаточно прозрачный источник света выходит 12 вольтовый соответственно блок питания в самом основании провод снаружи провод можно было конечно спрятать может я побоялся что он не так бы двигаться будет мешать то что у меня это сильно подвижное основание но практика показала что в принципе можно и в следующем светильнике эффект дефект или эффект исправить убрать абсолютно то следующее в ближайшем видео будет торшер еще один он уже давно снят и смонтирован он по конструкции абсолютно будет другой у меня будет голова источником света такая лопата как говорится с другим источником света там 38 ваттный будет плоский светильник он сделан будет из четырех сортов дерева там ясень палисандр что-то орех там очень сапели что-то дофига этому поисполь бы ориентировал фактура дерева даже дуб там что такое есть шпон даже будет использоваться там уже провода он бы полностью проходить провод в самих светильниках в своих самих направляющих его не будет вообще только из основания будут выходить ну вот такое получился видео досматривайте до конца увидите сам уже готовое изделие покрытое маслом и как оно светится вот еще раз будете все вещи можно заказать если кому вдруг понравилось это абсолютно реально без проблем задавайте вопросы по видео не забудьте оставить отзыв обязательно то что посоветует может быть что-то новое мне подбросить какую-нибудь идею потому что все-таки одна голова голова хорошо несколько тысяч гораздо интересней кто-то что-то предлагаете обязательно может быть даже это потом оплатим если это будет достаточно интересно и необычно не люблю чтобы это было где-то избито и не должна быть вещь какая-то такая необычность вот в этом должен заказать заключаться какой-то эксклюзив обязательно подписывайтесь дайте по колокольчику если вам не трудно можете поделиться этим видео о своих соцсетях тем самым не поможете до новых встреч всех с наступающим друзья удачи и 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...